В теплицах Шимкента замерзает урожай. Ботерия некоторых хозяйств достигает сотен миллионов тенге. По какой причине аграрии, которые кормят не только свой регион, оказались на грани банкротства, расскажет Максим Козлов. На этой теплице, где выращивают томаты, должны были собрать урожай с трёх гектаров земли. Из-за небывалых морозов, которые держатся в регионе последние две недели, дорогие голландские побеги вымерзли. Представители теплицы говорят, что такая ситуация была вызвана качеством угля. Уголь не обогревает как следует. Он не даёт нам нужную температуру. Верхняя часть должна быть тёплой, потому что вода прогревалась. Снизу всё холодное. Из-за аномальных морозов в регионе труба в теплице промёрзла и лопнула. Помимо этого, из строя вышли два котла из четырёх. Сейчас томаты собирают повреждёнными. Владельцы теплицы хотят продать их хотя бы в таком состоянии, чтобы выручить за них хоть немного денег. Обычный план по сбору – 1200-1300 тонн. Но нам удалось собрать только 250 тонн. Вся остальная продукция пропала. Растения придётся пересаживать. А это дополнительные расходы. Есть ещё и расходы на ремонт. Текущая стоимость теплицы превышает 100 миллионов тенге. Деньги на неё взяли в кредит. Теперь люди просят дать им отсрочку по выплатам. Те, кто оказался в аналогичной ситуации, есть не только в Шимкенте, но и в Туркестанской области. В том числе аграрии из Сарыагаша, которые тоже несут убытки из-за непогоды. Все как один, они просят также обеспечить их углём. В кратчайшие сроки жители и фермеры Сарыагашского района должны быть обеспечены углём. На сегодняшний день на базах Сарыагашского района нет необходимого запаса. Проблема обостряется. Между тем, аграрии опасаются. Если в ближайшее время проблема не решится, то они лишатся не только урожая, но и саженцев. Максим Козлов, Абзал Турабеков, телеканал Алматы, Шимкент.